Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Tornado Tactical. Сегодня мы хотим презентовать вам новую рубрику, это ответы на вопросы. Мы планируем отвечать в данной рубрике на ваши вопросы не в комментариях, как это было обычно, а в режиме видеоформата. И сегодня у нас накопилось 9 самых горячих вопросов, на которые хочется ответить всем сразу в одном видео. Почему мы не говорим цену, когда опубликуем свои новинки, либо наработки и так далее? Смотрите, цена не говорится не потому, что мы хотим максимально сохранить интригу или еще по каким-то причинам. Все гораздо проще и банальнее. Цена не говорится потому, что зачастую она может измениться значительно от той, которую, допустим, мы изначально на первом образце посчитали и назвали вам стоимость, а в конечном итоге, в серийном образце она сильно может измениться. Поэтому мы стараемся до последнего не говорить вам о стоимости. Мы в принципе не считаем эту стоимость. То есть у нас есть сырье, у нас есть задача выпустить, к примеру, пятый слой. Мы просчитали сырье, количество сырья, зашили один образец, протестировали, посмотрели, зашили второй. И после второго-третьего мы начинаем уже подсчитывать стоимость сырья, для того чтобы примерно сформировать стоимость изделия. После того, как мы в рамках конструкторского отдела своего проработали все нюансы, эта вещь отправляется на тестирование. После этого мы уже более садимся и более подробно начинаем просчитывать стоимость изделия. И то даже на этом этапе она может измениться. То есть мы ее знаем, но мы ее стараемся не озвучивать. Ну так или иначе, где-то вскользь, где-то в комментариях говорим об этом, но предупреждаем, что цена может измениться. И конечная цена, она все же, то есть нужно ориентироваться на цену, когда вещи выходят в серийное производство. Допустим, на примере уже вышедших брюк Альфа-Про, то есть изначально цена планировалась по подсчетам, с учетом тех материалов, которые были использованы, времени, которое было затрачено. Там брюки, предварительная стоимость была 19 тысяч рублей, но по итогу в серийное производство вышли брюки, которые стоят 14-950 рублей. То есть это связано с тем, что после тестирования очень многие узлы были оптимизированы, переработаны, убраны, то есть количество работы, сборка изменилась, да, и в сырье. Очень много оптимизированных материалов и так далее. Цена значительно изменилась. То есть поэтому мы, если и говорим, то на первых этапах, то это всего лишь предварительная стоимость, да, лучше ориентироваться на конечную розничную цену. Вот. Надеюсь, я ответил на этот вопрос более чем подробно. То есть купить можно на маркетплейсах, это в нашей группе ВКонтакте, это на нашем официальном сайте. Товар будет пополняться и в группе ВКонтакте, и на сайте. То есть и также в магазинах по всей стране, в магазинах партнеров можете приобрести нашу продукцию. В документах у нас заложено, и мы используем снаряжение, это 6 расцветок, да, это Atax FG, это Multicam, это EMR, койот, олива и черные цвета. То есть в снаряжении сейчас эти цвета есть, они всегда представлены, то есть мы их используем. Единственное, в одежде новые какие-то изделия, которые мы запускаем, они на первых этапах не выходят сразу во всех 6 расцветках, да, то есть выходит, допустим, на примере брюк Альфа-Про или рубахи Альфа-Про, которые на мне, первые партии выходят только в трех расцветках, это Multicam и Atax, и Олива. Все последующие, то есть все другие, то есть EMR, Олива и черные, вернее, не Олива, а койот. EMR, койот и черные, они выйдут чуть позже другими партиями, вот. Ну, так или иначе, в конечном итоге одежда тоже так же будет в 6 расцветках, которые у нас приняты в компании. Это очень частый вопрос, и его задают в основном под нашими постами, где мы публикуем наши новинки. Смотрите, мы для себя выбрали путь открытости, да, мы открытая компания, мы демонстрируем свои производственные мощности, да, мы рассказываем о том, над чем мы работаем, мы презентуем еще до выхода изделия, которые там выйдут только через несколько месяцев, мы о них говорим. И люди очень часто спрашивают, когда в продаже, то есть, смотрите, процедура, не то чтобы процедура, как бы для нас, ну, внутренний регламент компании, он подразумевает, что мы, выбрав для себя такой путь, мы делимся от первого образца, да, от создания, от идеи, то есть, очень часто мы опубликуем фотографии, как наши дизайнеры рисуют ту или иную вещь, да, либо конструктор конструирует ту или иную вещь, потом мы показываем, как мы это все зашиваем, ну, и понятно, что это все упрощено, да, до восприятия контента, чтобы было более-менее там не скучно, но так или иначе, весь процесс мы показываем, соответственно, до выхода серийного образца происходит большой путь, именно мы показываем, рассказываем, как создается вещь, из чего она состоит, кто ее создает вообще, кто над ней работает, сколько людей, то есть и так далее, поэтому обращайте внимание больше на текст, который в постах, да, то есть, если вы видите какую-то вещь, какую-то новинку, опять же, на примере там пятого слоя, о котором мы сейчас также говорим, да, он в серию выйдет, ну, примерно через два там месяца, но мы говорим о нем сейчас и показываем, как он создается, какие, в каких условиях, какие материалы там, кто над ним работает, какие специалисты и так далее, то есть мы делимся этим процессом для того, чтобы вы понимали, что это за вещь, да, максимально там открытый процесс. Соответственно, обращать, как уже сказал, обращайте внимание на текст в постах, как правило, в текстах, мы пишем, что это такое, то, что это первый образец, это там второй образец, что мы дорабатываем, что мы прорабатываем, исходя из этой информации, вы поймете, на каком этапе сейчас происходит там проработка того же там пятого слоя, да, если мы говорим, что это предсерийный образец и вот скоро там он выйдет в продажу, но это значит предсерийный, если мы говорим, что это первый образец, который мы еще только прорабатываем который мы переложили с бумаги с компьютера до с электронного вида на фактически живой образец который можно потрогать руками и внести туда корректировки но мы об этом говорим и на него цену как правило и как правило и цену и где купить мы не говорим потому что возможно этот образец и в принципе он будет но он изменится да это это часто бывает так что тот который мы презентуем он значительно может поменяться как на примере брюк альфа про то есть были карманы накладные на карга карманах после тестирования по обратной связи нам сказали что они не нужны и мы их убрали оптимизировать поэтому обращайте внимание на текст зачастую люди приходящие к нам вновь не те кто с нами давно новые люди мы всем рады и в общем работаем над этим чтобы к нам приходили новые люди когда они приходят они видят что в разных местах у нас разное количество изделий разные там разное и количество и они приходят и разное видят разное количество изделий не видят весь ассортимент да то есть почему так происходит до этого времени то есть до 22 года мы в основном ориентировались только на оптовой продажи розничных продаж у нас не было поэтому мы по сути заново сейчас формируем все необходимые каталоги отчасти поэтому вы видите не весь неполный каталог наших товаров хотя ассортимент компании достаточно большой то есть снаряжение очень много изделий там порядка 500 единиц номенклатура 500 единиц и сейчас по одежде очень много появляется артикулов и не вся она представлена мы конечно же работаем над этим сайт буквально на сегодняшний день и сегодня у нас 22 марта на сегодняшний день это новая площадка всего несколько недель мы полноценно его запустили поэтому вот на сегодняшний день там есть некий пробелы в товаре что его там ну не весь представлен это ближайшее время мы устраним путем наполнения полного наполнения всего ассортимента товар вот так же мы работаем над электронными каталогами по одежде и по снаряжению будут годовые так сказать там коллекции 23 года 24 и так далее то есть мы над этим сейчас работаем активно команда прям отдает себя то есть и время гораздо много тратит на то есть ближайшее время это все будет нужно немного подождать будут ли большие размеры то есть смотрите сейчас в нашей таблице размеров это 46 по 60 размер и 3 роста до 170 176 первый рост и это средний 176 182 и большой рост это 182 188 пока то есть у нас в планах запустить большие размеры да но пока мы этого не делаем почему потому что все те вещи топовые которые мы сейчас запускаем они у нас продаются по предзаказам то есть мы в принципе не успеваем произвести их ну то есть просто такой большой что мы не успеваем запустить их там на склад да если но так или иначе мы от вас фиксируем все вопросы записываем ведем статистику и после мы проанализируем и по запросам да по запросам мы ведь будем вводить тот или иной размер допустим росту в планах ввести рост большой это 180 188 194 большой рост да и ширину вернее и размер еще увеличить до 64 размера но пока это в планах да если вам необходимы эти размеры вы пишите не стесняйтесь даже если этих размеров пока вы не видите вы пишите что они необходимы вам для того чтобы мы могли максимально подробно собрать статистику и запустить эти размеры просто вы должны понимать что с точки зрения производства если размер производится там всего 10 штук в год его не целесообразно держать в номенклатуре да и просто очень многие допустим люди молчат этот размер им нужен но они молчат да и мы не можем понять нужен он или нет то есть 10 человек написала в год мы понимаем что 10 размеров там 10 размер и производить 10 всего брюк там или 10 рубашек в год это не целесообразно то есть в этом случае производство работает в минус да и не только производства и вся команда то есть начиная от конструктора который строит делает табель мер там и так далее то есть прорабатывает до всех остальных до швей там технолога и так далее то есть это очень такой трудозатратный процесс поэтому если вам нужны эти размеры вы не стесняйтесь пишите в комментариях везде где вам удобно мы это все фиксируем потом идем подводим аналитику и так или иначе в любом случае те ходовые размеры которые вам необходимы из больших я имею но будем запускать смотрите весь товар который мы производим мы отправляем на marketplace и на сайт там и тогда вернее не на сайт отправляем на склад розничной продажи внутри компании и товар появляясь в карточках он может быть быстро раскуплен если допустим какой-то ходовой товар либо товар в ограничено в ограниченном количестве до поступил на склад и он может быстро кончится и на примере marketplace of это происходит если на marketplace of товар исчезает со склада карточка автоматически скрывается на сайте marketplace мы как компания поставщик до этих изделий мы не можем влиять то есть мы не влияем на их склад то есть наша задача просто поставить к ним на склад продукцию в определенном количестве которые мы запланировали до их задача уже дальше разместить этот товар включить карточки если этот товар был недоступен и так далее то есть что касается оплат работы в принципе всей работы marketplace а поставщики никак не могут не влиять ну то есть никак не задействованы в этом процессе поэтому если товар закончился карточка выключается не нами а выключается маркетплейсом если вы видите товар что он виден в каталоге значит этот товар есть наличие и его нужно заказывать и он может исчезнуть в любой момент потому что люди заходя то есть вы зашли и еще там 100 других клиентов зашли каждый из них захотел купить эту вещь и может получиться так что кто-то из вас не успеет поэтому если этот товар вам нужен наша продукция да и вы видите что она есть наличие на marketplace не стесняйтесь не бойтесь сразу же заказывайте если ее нет то мы об этом допустим вы заходите на marketplace а этого товара нет да мы для этого сделали определенную рубрику да для вашего удобства каждую пятницу стабильно каждую пятницу на протяжении уже нескольких лет мы публикуем количество вещей да какие расцветки там и так далее публикуем пост в нашем телеграм-канале для вашего удобства можете пройти то есть мы в пятницу так или иначе в контакте тоже делаем пост об этом прикрепляем ссылку на телеграм-канал то есть вы можете подписаться на телеграм-канал и отслеживать какие вещи поехали на marketplace то есть и допустим на примере там сидушка вы искали ждали и в пятницу вы знаете что у нас будет пост в пятницу заходите либо у вас вы подписаны на наш телеграм-канал у вас есть уведомление в пятницу понимаете что вот поехала сидушка то через некоторое время она появится на сайте вы начинаете вины на marketplace вы начинаете мониторить и когда она загорается да когда она появляется каталоге вы заказываете сидушку свои предложения вы пишите не просто там я вот там не знаю андрей хочу тестировать ваши изделия и все и на этом как бы информация заканчивается и никакой информации кто кто андрей какой андрей откуда ну я на примере не не хочу никого конкретно сейчас там о ком-то сказать но это это пример просто да и человек пишет краткую информацию мы конечно не понимаем что кто куда зачем куда отправлять то есть соответственно мы на такие сообщения стараемся не терять время потому что сообщение по личку приходит очень много и перерабатывать все мы успеваем в течение одного дня но так или иначе нагрузка растет и вот такие сообщения мы особо не тратим время если вы хотите с нами сотрудничать прошу писать более подробно до чтобы мы понимали куда какие задачи то есть под какие задачи под какие какие расцветки там и так далее ну в общем более подробно более конструктивно начать беседу мы для себя несколько ну то есть много лет назад для себя определились что мы и взяли на себя ответственность да что мы будем производить одежду и снаряжение для спецподразделений и собственно основной наш клиент основная наша целевая аудитория для кого мы изготавливаем одежду это но ни в коем случае не обесцениваю или как-то принижаю это не обычный солдат это все же человек который служит в спецназе до который выполняет специальные задачи в определенных местах но также нашу одежду может использовать в принципе для для работы для каких-то мероприятий в принципе для там не знаю каких-то места в горы ходить там но такое тоже бывает то есть кому-то кому-то в принципе комфортно да наши изделия можно использовать в этих местах то есть использовать вы можете их где если вам хочется и вам нравится вы можете использовать в любых местах в любых моментах в этом нет никаких ограничений да но наш вектор именно разработки мы уделяем внимание именно мелочам в одежде и в тех местах то есть для того чтобы выполнять специальные задачи да как уже сказал что наши изделия можно использовать везде то есть если допустим ну на примере нашей там сидушки да если вы пошли в горы восхождение в горы да либо в лес пошли и вам необходимо сохранить тепло вашего организма вы можете у нас есть нашем ассортименте допустим такие изделия как сидушка коврик который можно использовать для сохранения организма когда вы садитесь на холодную землю камни там и так далее вполне можете использовать это изделие которое используется не только в специальных задачах да но и в повседневной жизни может использовать вполне я к тому что наш еще раз повторяюсь наш вектор он ориентирован на людей спецподразделений то есть спецназа но так или иначе наши изделия можно использовать в любых условиях если вы считаете что она подойдет без проблем используйте покупайте используйте наслаждайтесь потому что мы изначально наши изделия изготавливаем и каждый день над этим работаем из качества и из качественных материалов и качественный пошив там и все остальное в принципе на этом все подписывайтесь на наш канал нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новое видео ну и лайкосов там на наставьте нам чтобы мы понимали что вам это нравится все всем пока пока пока